МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Декрет «Западный обход построить» – конструктивный разговор на актуальную тему и для города Бреста, и для жителей улицы Поплавского состоялся в стенах городской мэрии. На вопросы Брещан открыто и откровенно ответил председатель горосполкома Александр Рогачук. Следственный комитет Республики Беларусь отмечает пятилетие. По оценке становления и развития управления Следственного комитета по Брестской области названо мощной и эффективно работающей структурой. Как работает декрет президента номер 18 о дополнительных мерах государственной защиты детей в неблагополучных семьях или пути исправления родителей некогда с приставкой горе? Сотрудники правоохранительной системы областного центра провели рейд по неблагополучным семьям. В Бресте торжественно опущен занавес 21-го фестиваля театрального искусства «Белая вежа». Культурный форум закончен, в зале погашен свет, однако не завершается на этом история форума. Его участники и победители уже продумывают, чем бы смогли удивить публику в новом сезоне в 2017 году. Об этих событиях и не только прямо сейчас. Конструктивный разговор на актуальную тему. На текущей неделе мэр города Бреста Александр Рогачук провел встречу или, если говорить более официально, прием граждан по личным вопросам. На приеме присутствовали в большинстве своем жители улицы Поплавского и прилегающих к ней территорий. Улицы – часть домов, на которые попадают пока предварительно под снос в связи со строительством западного обхода. Разговор состоялся сложный и для чиновников, и, конечно, для людей. Но максимально корректно и доступно руководитель Бреста объяснял причины такого решения. Рассказывал о максимальных преференциях, которые получат жители домов Треугольника на улице Поплавского. Задача местной вертикали власти – сделать все возможное, чтобы избавиться от главной городской проблемы – пробок на речицких железнодорожных переездах и не обидеть людей, для которых это строительство – тоже проблема. В сложной ситуации попыталась разобраться Лариса Осмолович. Западный обход, о нем много говорят, уже на протяжении не одного года. Первая часть строительства моста, соединяющего правое левобережье, введена в строй в 2013-м. В этом году, после подписания президентом соответствующего указа, активно началось строительство второй очереди. Начало положила реконструкция улицы Машерова. Срок завершения реализации проекта «Западный обход» – 2019 год. Отойдя от первоначальных планов, проектировщики определили путь обхода через нефтебазу. Ее уже начали сносить по улице Поплавского через переезды и далее по улице Рябцево в сторону Каменецкого кольца выйти на трассу М1. Таким образом, проблема транспортного коллапса на переездах решается. Ведь для многих брещан, живущих в микрорайоне Речицы, попасть на работу с работы, да и просто несколько раз в день убивать время. В многокилометровых пробках, ожидая, пока пройдет грузовой состав, а в некоторых случаях и не один – это проблема. Но есть одно существенное «но». При таком раскладе требуется снос 15 домов на улице Поплавского. А это проблема уже другого рода. Это судьбы людей. Задача власти, моя задача, в большей степени, решая сложнейшие макро-пробления, решать проблему каждого человека. И мы очень бережно в течение практически полугода рассматривали различные вопросы с минимальным вторжением естественного сведопроживания человека. Вышли на вариант, единственное приемлемый с точки зрения логики, с точки зрения нормального движения, без этих поворотов и так далее, который, к сожалению, включает себя, необходима сноса. Сноса вот этого треугольника, который находится между Поплавским, Брест-Сильмашем и Железным Дорогом. Только вот этот треугольник, если на карте вы посмотрите, попадает в зону. Но ведь она была команда, с учетом сложившихся, к сожалению, негативных стереотипов по действиям даже власти в отношении отселения и так далее, проработает всю законодательную базу, чтобы люди, ну так может быть неправильно сказать, выиграли вот этого снос. Ну правильно я говорю, я по бытовому, я по жительски, как я говорю, чтобы выиграли от этого сноса. Об этих планах на встрече открыто и откровенно Александр Рогачок рассказал собравшимся, подчеркивая неоднократно, что интересы людей во главе угла и власть сделает все возможное, чтобы жители, планируемых под снос 15 домов, в накладке не остались. Есть несколько путей решений, есть выбор у каждой семьи. Участки земли в хорошем, высоколиквидном месте, что предполагает наличие всех коммуникаций, или жилье в городе. Можно получить деньги за жилье в оценке по рыночной стоимости. Ремарка. Участки будут изъяты по кадастровой. Таким образом, за счет того, что по кадастровой можно сделать эту портировку, вы каждый увеличиваете даже свою площадь участка. А за те объекты, которые у вас зарегистрированы в БТИ, или находятся в стадии регистрации, как самовольное строительство, а я вам обещаю, что буду в высшей степени лояльен к вопросу о кредитизации построек, вы получите соответствующую денежную компенсацию рыночную, которую будет проводить мелкие грозы. Никто вам никакой типовой проект агрогородка и навязывать не собирается. Это просто в разной комнате и так далее. Но мы во главу угла ставим задачу, чтобы вы от этого только вы и играли. Да, никто не оспаривает. Такие решения даются нелегко. Ведь люди в этих домах прожили не один десяток лет. И менять места на Сижины не просто тяжело. Но все мы, жители города, с тысячелетней историей, и не всегда ранее, это стоит признать, отрабатывалось, продумывалось, как, где, что строить. Но время меняется. Город расширяет границу, увеличиваются транспортные потоки. Только в Бресте, только легковых автомобилей насчитывается порядка 155 тысяч. А что происходит в часы пики, в часы закрытия железнодорожных переездов на них, знает каждый брещанин. А в чем неудобство на данный момент? В переездах в этих, сколько лет уже мы тут в пробках стоим. Бывает от Ленина, от площади, сестра на Дубровке стоит, час пик не доехать. Даже, может, и хорошо, чтобы разгрузить дороги, потому что пробки после переездов ужасные. Уже давно надо было сделать, это ж тут вообще, сколько я живу уже тут, 20 или 25 лет, и все, думали же, мост с того моста везти так, и, ну, чтоб ходили, как говорится, поезда люди, а свободно ездили машины, тут постоянно вот так вот. Как-то разбужать надо этот самый, тут постоянно тут пробки такие створятся, что, конечно, да. Вам, как водителю, наверное, это более всего. Ну, конечно, нам это уже столько, уже столько проблем, это уже вообще уже тут. Они все планировали, планировали, все это долгое, все это длится, и не знаю, когда. Ну, уже скоро будет. Конечно, будет. Если будет, это очень будет хорошо. Еще один нюанс. В ближайшем будущем застройка города Бреста переместится в район улицы Рябцево. И если так случится, а это случится, наблюдается активный прирост населения, транспортный коллапс на Речице неизбежен. Всем нам нужно принять новые решения и понять их, и тем, кого планируется сносить, и тем, кто остается жить в районе Поплавского, но предполагает неудобства и в плане экологии, и шумоизоляции. Данный проект будет проходить все виды, в принципе, включая экологическую, и есть такое понятие, как инсуляция. То есть это научно обоснованные термины, научно обоснованные нормы, которые позволят в данной ситуации не ухудшить качество вашей жизни. Вопросов от людей поступало множество. Утвержден ли проект и точно ли будет так, как говорится сейчас? Обещания, данные представителями власти, некоторое время назад разнятся с нынешними. Как будут финансировать стройку? И хватит ли денег на все то, что обещано? Вопросы, вопросы, вопросы. Но обещания Александра Рогачука конкретны и уверены. А самое главное, есть понимание мэрам всех тех переживаний, которые испытывают жители улицы Поплавского, и вникание в них, что также важно. Как важно и то, что разговор сложный, эмоциональный, напряженный состоялся. Но поскольку проект еще в стадии разработки, диалог продолжится. Чуть позже, в ноябре. Как только будет готов проект, и этот проект будет готов к экологической экспертизе, да, Николай Николаевич, мы через статью Николаевну соберем такую же аудиторию, можно больше, можно, как говорится, там, у кого это будет касаться. И мы вам четко расскажем, что входит в понятие проекта, какие где разрядки, все нормально будет, ну и хорошо. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. 12 сентября 2011 года указом президента Республики Беларусь был организован новый государственный орган – Следственный комитет. С тех пор прошло ровно пять лет. За эти годы ведомство смогло не только успешно преодолеть процесс становления, но и заявить о себе как о мощной и эффективно работающей структуре. О некоторых деталях работы следователя знают даже обыватели. Спасибо кинематографу, который создает настоящие шедевры. Кто из нас хотя бы раз не наблюдал за работой киноследователей, вышедших на тропу войны со злом? Конечно, в фильмах образ и самого сотрудника, и преступника собирательны. В жизни все гораздо драматичнее. В честь значимой даты о результатах работы, а также об основных ее принципах, решила узнать у следователей Брещины наша съемочная группа. Смотрите материал Анастасии Стропко. Расследование преступлений – дело сложное, требующее таланта, выдержки и полной самоотдачи. Работать следователем решаются немногие. Слишком тяжело это бывает морально. К человеческой беде невозможно привыкнуть. И физически. Круглосуточное дежурство, многочасовая работа на месте преступлений. И все это в постоянном напряжении. Ничего не пропустить, учесть все нюансы. Любое дело, практически любое, начинается с места происшествия. То есть выезд на место, осмотр места происшествия, обстановка, фиксация на нем, изъятие следов. Вот как раз-таки там надо быть предельно внимательным, потому что если упустить какие-то следы, они могут быть затереться, затоптаны. И впоследствии нельзя будет при помощи данных следов как-то сопоставить лицо обвиняемым, подозреваемым. То есть нельзя будет это же действить, то, что человек находился на месте происшествия. Солидарно с мнением Андрея Деревнюка и его коллега Юлия Зарубайко. Она работает в ведомстве с 2012 года. В ее активе – раскрытие запутанных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности. Следователь отмечает, работа в комитете в определенной мере заставляет осваивать и иные профессии. К примеру, психолога. Уловить тонкости при разговоре, составить психологический портрет предполагаемого преступника или понять, как повести диалог, чтобы человек сказал правду. Все это, безусловно, требует определенных навыков. Каждый следователь должен быть в том числе и хорошим психологом. Ведь основная деятельность следователя – это не работа с уголовными делами, с этими томами, а работа с людьми. И на то, для чего у профессионального психолога уходят часы, у следователя порой есть всего несколько минут. За плечами каждого следователя Следственного комитета – своя школа жизни, школа человеческих судеб и ответственность за правильность процессуальных решений. Но сложности тех, кто пришел работать в Следственный комитет, не пугают, вероятно, потому что здесь не бывает случайных людей. Не та область деятельности, не та специфика работы. О своих подчиненных с гордостью говорит и начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов. Александр Александрович руководит структурой с момента ее образования. Становление – период непростой, но сегодня, глядя на показатели работы, можно с уверенностью сказать – этап пройден успешно. Следствие Брестщины традиционно отличается среди других регионов республики тем, что у нас самая высокая оперативность расследования уголовных дел. На сегодняшний день более половины уголовных дел расследуется на территории области в срок до одного месяца. При этом не снижается качество расследования. Можно привести такой пример, что если взять и суммировать все факты вынесения судами оправдательных приговоров и необоснованного привлечения граждан за пять лет существования комитета, то эта цифра будет в пять раз меньше аналогичного периода до создания Следственного комитета. Цифра и результат – кропотливые каждодневные работы всего коллектива, о котором, к слову, стоит сказать отдельно. Это не просто люди, работающие на одной территории, они единомышленники, что проявляется не только в дружеских отношениях, но и в работе. Здесь сильна система наставничества. Каждый старается помочь новичкам быстрее освоиться и войти в курс дела. Для того, чтобы молодежь получила необходимую практику, регулярно проводятся специальные мероприятия. Молодые сотрудники в подразделениях Следственного комитета сейчас составляют не львиную долю, а их количество около пятой части от всего числа сотрудников, которые проходят службу. Конечно же, за ними закоплены и наставники, сотрудники, которые обладают большим оптом расследования уголовных дел. Конечно же, у нас проводится системная работа по их адаптации в наших коллективах, по их становлению как профессионалов. Мероприятия социальной направленности. Несмотря на большую трудовую нагрузку, сотрудники комитета всегда находят для них время. Ведомство является организацией-шефом для 12 учреждений. Особое внимание уделяют следователи ветеранам Великой Отечественной войны. Встречаются со своими подопечными регулярно, привозят подарки, общаются и обязательно стараются помочь и словом, и делом. Не остаются в стороне сотрудники ведомства от профилактической работы, посещают учебные заведения, трудовые коллективы, многодетные семьи. Великие говорят, что у страны, в которой нет прошлого, нет и будущего. Поэтому если мы, сотрудники такого серьезного государственного органа, как Следственный комитет, не будем уделять внимания нашим ветеранам, то грош цена нашей работе. У нас есть детки, наша подшефная антопольская вспомогательная школа. Мы едем в Ковринский детский дом, потому что мы видим, как в условиях бывают дети. И поэтому хотя бы частичка нашей души, это очень-очень радостно, они всегда нас ждут и считают своими друзьями. Много спортивных мероприятий. Но только все то, что касается и детей, и ветеранов, мы все в одну ногу шагаем со всеми правоохранительными органами. В здоровом теле здоровый дух – еще один из принципов жизни сотрудников ведомства. Спорту они уделяют повышенное внимание. Доказательство тому – чемпионаты, турниры и иные мероприятия, в которых принимают участие следователи. И демонстрируют в рамках последних завидное упорство, хорошую физическую и моральную подготовку, нацеленность на результат и единство. Все это, впрочем, характерно и для работы ведомства в целом. Пять лет, прошедших с момента основания, тому подтверждение. Следственный комитет сегодня – структура, которая надежно стоит на страже прав и законных интересов граждан, общества и государства. Мне бы хотелось высказать огромные слова признательности всем сотрудникам подразделений Следственного комитета и офицерам юстиции, и гражданскому персоналу, которые проходят службу на территории Брестской области. Мне хотелось бы пожелать им огромного здоровья, успехов в их нелегком, напряженном, но благородном труде. Мне хотелось бы обратиться со словами признательности к членам семьи, к родным и близким наших сотрудников, которые часто сетуют, что их жен, мужей, либо детей сутками не бывают дома. Но в этом специфика нашей работы, когда 24 часа в сутки на территории всей области всегда по любому обращению любого гражданина мы готовы прибыть на место происшествия, оказать помощь лицам, зафиксировать следы происшествия либо преступления и приступить к расследованию уголовного дела. Спасибо всем большое, всем добра, любви и счастья. О других событиях и мероприятиях. Подарить частичку тепла и любви тем, кто в ней нуждается особенно. Именно такую цель поставили перед собой сотрудники Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» совместно с представителями БРСМ, проводя очередную благотворительную акцию. В этот раз ее участниками стали ребята из социального приюта, а также малыши, проживающие с родителями-воспитателями в доме семейного типа. Для мальчиков и девочек сотрудники «Белпочты» подготовили подарки к новому учебному году и большую конкурсную программу. Вместе с волонтерами в поездку отправилась и наша съемочная группа. Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Сделать первые учебные дни для ребят, оставшихся без родителей, яркими и интересными, решили сотрудники Брестского филиала «Руббелпочта», продумывая программу очередной поездки, на этот раз в Каменецкий район. Первый пункт благотворительного маршрута – детский социально-педагогический центр, где волонтеров очень ждали. Здравствуйте! Мы очень рады вас видеть. Милости просим. Сегодня в социально-педагогическом центре с детским социальным приютом проживает семь детей разного возраста. Для каждого из них работники учреждения стараются найти свой индивидуальный подход. Не всегда это бывает быстро и просто. Некоторые ребята, находясь в социально опасном положении, замыкаются в себе и своих трудностях. Тогда на помощь приходят опытные психологи и воспитатели со стажем. Для них чужих детей не бывает. Весело, дружно живем, работаем. Коллектив очень дружный, хороший. Детей мы своих любим, никогда во виду не дадим. Как родные. Вернее, родные для нас. Увидев в спортивном зале волонтеров и главного героя знаменитого рассказа Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пёс и кот» почтальона Печкина, ребята быстро включились в открытый диалог. С удовольствием играли, отгадывали загадки. Подвижные конкурсы, радостные лица, звонкий детский смех и только отличное настроение. Праздник очень замечательный. Дети всегда в восторге, принимают гостей, любят. Подарки тоже. Никогда дети всегда уходят с очень хорошим настроением, с любого праздника. Гостям всегда рады. Переполнение эмоций, их радость на лицах, веселые игры всегда сплочают и поднимают настроение деткам, которые нуждаются в такой заботе и любви. Мы каждый год несколько раз выезжаем в детские дома и приюты для проведения подобных акций под названием «Доброе сердце». Кроме Каменецкого районного социального центра, сотрудники Брестского филиала «Белпочта» вместе с главным литературным почтальоном Печкиным заглянули и к своим давним друзьям в деревню Большая Турна. Здесь, в доме семейного типа, живут семь ребят. У каждого свое особенное прошлое и свой путь в этот очень добрый и уютный коллектив, где сегодня хранит домашний очаг «Мама» – родитель-воспитатель со стажем Татьяна Яковук. В следующий раз такие приятные сюрпризы ожидают малышей уже в преддверии Нового года. В продолжении темы. Неблагополучная семья. Это устоявшееся словосочетание в большинстве случаев ассоциируется у людей с выпивающими родителями и несчастными детьми. Стереотип вполне обоснован. На законодательном уровне это самое словосочетание равносильно аббревиатуре СОП, что значит «семья, находящаяся в социально опасном положении». В категорию попадают разные случаи, в том числе пьянство и аморальный образ жизни родителей. В городе над Богом таких семей, к сожалению, немало. Контроль над ними осуществляют заинтересованные органы. Рейды в дома семей, находящихся в социально опасном положении, совершают регулярно сотрудники УВД. В одном из таких побывала наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. Мама моя очень-очень хорошая. Она у меня красавица, умница. Я ей на день рождения подарила, когда я исполнила с 30 лет, сережки и открытку. Я копила ей деньги на день рождения очень долго. Вот накопила и купила ей сережки. И купила открытку. Аня Ярошек – второклассница, отличница учебы, примерный ребенок, отличная сестренка и помощница. Свою семью во главе с мамой и бабушкой она любит безмерно. В свои юные годы она рассуждает по-взрослому. Девочка абсолютно убеждена – дома должно быть уютно и спокойно. Такую атмосферу она стремится поддерживать. По секрету нам Аня призналась – она очень любит делать сюрпризы маме и всегда ждет в ответ ее улыбку. Вряд ли девочка задумывалась, как это – жить без родного человека. А ведь совсем недавно мама Юлия Ярошек попала под угрозу лишение родительских прав. Женщина продолжительный период употребляла наркотики вместе с супругом. Сегодня она состоит на учете в наркологическом диспансере. Рождение второй дочери заставило Юлию пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Мы еще с Дашей, с Дарьей лежали в больнице после родов самых. И меня еще тогда уже хотели забрать Дарью. Но я пообещала, что я исправлюсь и буду в первую очередь докажу сама себе, что я хорошая мама. Благодаря тому, что я родила ее и это все осозналось. Потому что я побежала, сразу же закодировалась и все. Все делаю для того, чтобы дети были со мной. Я очень боюсь их потерять. И такие случаи, когда родители делают правильные выводы и идут по пути исправления, к счастью, не единичны. А ведь такой вовремя сделанный шаг способен в корне изменить ситуацию. На территории Брестской области сегодня в 1800 семьях проживает порядка 3600 несовершеннолетних, признанных в установленном порядке, находящихся в социально опасном положении. Над каждой семьей, над каждым ребенком осуществляется контроль заинтересованных органов. Сотрудники милиции регулярно наведываются в так называемые проблемные семьи, чтобы изучить обстановку и впоследствии вынести решение. В гости к семье Яковчук люди в погонах приходили не раз. В этой квартире проживает 12 человек. Внучки с маленькими детьми – сын пожилой женщины. Замечания к семье заключались в том, чтобы взрослые навели элементарный порядок в доме. Антисанитарные условия – вердикт, который вынесли работники здравоохранения. У нас в калидоре потолок, это бумага, она упустилась. В связи с чем сотрудники милиции пришли, сделали им замечания? Да, замечания, а потом и начали все переделать заново. Это все сорвали, и давай там девчата за эти плитки. Купила плитки, обои и делали ремонт. Побывав с очередным рейдом в этой семье, работники УВД страшной картины не обнаружили. В квартире действительно был произведен ремонт. Теперь большая семья чувствует себя лучше и домой торопится, призналась Мария Яковчук. Порядок в квартире будет поддерживаться, обнадежила женщина. Это важно как для детей, так и для взрослых. Хоть и поздно, однако выводы сделаны. Не в пример другим зачем допускать, чтобы ситуация достигала плачевного уровня. Порядка 10 лет в Республике Беларусь работает декрет президента номер 18 о дополнительных мерах государственной защиты детей в неблагополучных семьях. Законодательный акт – гарантия благополучия несовершеннолетних, защита от негативного внешнего влияния. Тот факт, что на территории области, скажем, годом становится все меньше и меньше трагических случаев в неблагополучных семьях, говорит, наверное, нам о том, что этот декрет работает и будет продолжать приносить пользу в дальнейшем. Сегодня на территории города Бреста порядка 200 семей, признанных в социально опасном положении. В них живут около 250 детей. В текущем году 70 несовершеннолетних были помещены на государственное обеспечение. Причина тому – несоответствие условий проживания и гармоничного развития детей. Однако все же есть примеры, когда родители некогда с приставкой горе выбирали иной, правильный путь. Такая тенденция есть, а значит, положительная динамика будет наблюдаться. «С каждой годом в случае повторного отопления детей и семей становится все меньше и меньше. То есть работа ведется и если уже дети взращаются в семью, то там где-то действительно того стоило, где родители приняли те иные необходимые меры. С каждой дневной soaked всякой семьей, как в городе Бресте, так и на территории области ведется постоянная целенаправленная системная работа. И от то, что эта работа ведется, здесь является хотя бы тот факт, что в этом году на территории области, на территории города Бреста не зафиксировано каких-либо трагических случаях, произошедших в неблагополучных София Бережна, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Разбирательство. Вникание в суть проблемы. Ведь наши корреспонденты не юристы и не сотрудники внутренних дел. Выносить вердикты не наше право. Мы констатируем факты. На горячую линию ТВ-бук обратились 16 человек. Брещан, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Как быть и что делать? Кто поможет вернуть им их же кровно заработанные деньги? Реклама. Сегодня она представлена во всем великолепии. Реклама учит, как нам жить, что нам есть, где нам отдыхать, на что тратить свои накопления. На рынке Варшавский реклама представлена также во всем изобилии. Здесь уголок с распрекрасной обувью. Здесь чудо работы из дерева. Свадебные аксессуары, одежда и гординные полотна, кофточки и юбочки на любой вкус. Реклама блинная. Список можно продолжать очень долго. И это неплохо, поскольку из такого изобилия человек всегда выберет оптимальный для себя вариант. Реклама сегодня – это слово в политике. Слово в общественных отношениях. Слово в морали. Обратившиеся на горячую линию Бук-ТВ-брещани выбрали оптимальный вариант для себя, надеясь на чистоту морального облика человека, с которым заключили договоры по изготовлению дверей. Рекомендации о нем были самые лестные. А обслуживание в павильоне – самым лучшим. Индивидуальный предприниматель, назовем его «Н», взяв немалые деньги, обещал быстрое, качественное изготовление заказа. Но опять вмешалось пресловутое «Но». Нас все устроило, договор, чеки, все официально. Мы рассчитались, и вот по сей день мы ждем. Дверей нет? Нет, конечно. А их уже не будет нам. Он прислал сообщение, у меня оно есть, что дверей точно не будет. Почему? Об основании? И вернули он деньги? Просто нет, денег он нам не вернул, и я так понимаю, что он не собирается их возвращать, потому что очень много обманутых людей, как выяснилось. На сегодняшний день он нам должен 17 миллионов 30 тысяч, поскольку двери входные он нам поставил все-таки, а межкомнатные нет. Я судился с Андреем Юрьевичем, суд он проиграл, то есть он признал свою вину, и исполнение суда, решение суда было вынесено 25 июля. 25 июля, ну и вот судебные исполнители 30 августа он был должен вернуть мне вот эту вот сумму по договору, по предоплате, но он ее не вернул. Ну и прислал, получается, мне письмо, заявление свое о банкротстве. То есть он будет пытаться доказать, что он банкрот. После долгих мытарств и поисков господина Н, который неохотно соглашался на встрече впоследствии, и вовсе от них отказался обманутые и уже не совсем добрые заказчики, объединившись. Всего 16 человек обратились в московский РУВД. Следствие после проверки отказало в возбуждении уголовного дела. Почему? За разъяснениями мы обратились в УВД Брестского облсполкома. Такой факт имеет место. В московский РУВД с заявлениями обратились 16 жителей города Бреста с просьбой привлечь к ответственности предпринимателя, который, к сожалению, не выполнил свои договорные обязательства. То есть они оплатили услуги по изготовлению дверей, а он эти услуги не оказал. В настоящее время по данному факту была проведена проверка, были выяснены детально все обстоятельства. Дело в том, что 25 августа этот предприниматель обратился в Высший экономический суд Брестской области с просьбой принять решение о банкротстве данного предприятия. С связи с тем, что он не может выполнить договорные обязательства и не может по разным причинам изготовить двери для заказчиков. Поэтому сотрудниками московского РУВД было принято решение вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что у нас окончательно еще не изучены все обстоятельства. Если будет принято решение о банкротстве данного предприятия, будет назначен антикризисный управляющий, который примет решение по возмещению всех договорных обязательств именно по изготовлению этих дверей. Если это экономически невозможно, тогда будет принято решение о реализации всего имущества и возмещении ущерба тем гражданам, которые обратились именно по поводу дверей, заказами по поводу изготовления дверей. Проблем с ним не было. Проблемы появились в июне 2016 года. Проблемы начались по неуплате аренды, по неуплате за электроэнергию. Мы неоднократно ему отправляли претензионные письма с уведомлением о взыскании долгов. Также в последнее время, начиная с августа месяца, к нам обратилось 16 человек пострадавших от его, так скажем, коммерческой деятельности в плане, он брал деньги, выдавал чеки, но двери и сопутствующие товары, фурнитура, замки людям не поставлял. Да, дело сегодня находится на рассмотрении в экономическом суде. Заседание по признанию или не признанию индивидуального предпринимателя Н банкротом состоится в ноябре. А пока людям остается только ждать. А вот чего ждать, им непонятно. В Брестском областном обществе защиты прав потребителей серьезно отслеживают данную ситуацию и дело с контроля не снимают. В данное время у нас уже есть 8 заочных решений Московского районного суда города Бреста по факту того, что он не выполнил непосредственно свое обязательство по поставкам дверей и фурнитуры для дверей. Данные, все исковые заявления будут отправляться в ОВД, в прокуратуру, в экономический суд для того, чтобы его не признать банкротом. Так как у него будет 3 ноября заседание, чтобы его признать банкротом. Накануне выхода материала в эфир к нам по телефону обратился и господин Н, который попытался рассказать и свою печальную историю. Да, она действительно печальна. Сам предприниматель оказался обманутым или, как сегодня говорят, кинутым партнерами. И на нем многомиллионные долги. Но разве легче от этого становится тем людям, которые потеряли свои деньги? Мы потеряем тогда все. То есть просто с него эти долги спишутся и все. Но он не банкрот. Деньги были просто присвоены. Заказы он не делал. У нас есть все документы, запросы с фирм, поставщиков. Он туда заказы не сбрасывал. Много скриншотов, смесок о том, что машина приехала, не все доехало. Никаких машин на самом деле нет, не было и не будет. Никакие наши письма с претензией расторгнуть договор. Он не отвечал на суды, он не является. В общем, он нас игнорирует. Но я ему обещаю, что мы это так не оставим. Я ему обещала, что мы это сделаем в Бресте. Если не в Бресте, то мы дойдем до Минска. Но он будет за это наказан. Это дело будет отслеживаться и нами. На контроле его держат в правоохранительных органах и в Обществе защиты прав потребителей. Восторжествует ли правда? Посмотрим. Мы будем дальше продолжать с ними работать и будем собирать материалы дела для возбуждения уголовного дела. Мы готовы и дальнейшее сопровождать эти мероприятия и будем на особом контроле держать этот материал проверки. Важно, чтобы действительно людям в тяжелой экономической ситуации были возвращены все деньги или выполнен тот заказ, на который они рассчитывали. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Накануне в Бресте был торжественно опущен занавес 21-го фестиваля театрального искусства «Белая Вежа». Целую неделю город над Бугом жил в эйфории праздника. На главных площадках жители и гости города над Бугом вместе с героями ведущих постановок мира радовались, сопереживали, давая волю чувствам и эмоциям. А иногда даже позволяли себе скупую слезу. Настолько душевно и правдиво было сыграно, что сложно было оставаться равнодушным. Настал момент перевернуть последнюю страницу летописи 21-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Не открывать? Может, кто-то помер? Нет, лучше промолчать, две моменты час. Кто может шляться ночью в роме, убить зажимодёра? Есть кто в доме? Я этот голос слышал много раз. И что, снова проверю, Казацовый. Снова пристучат. Есть кто в доме? Под занавес 21-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа» брестской публике была продемонстрирована постановка заслуженного деятеля искусств Республики Молдова Юрия Хармелина. Рокопера «Белая Ворона» основана на реальных событиях и посвящена подвигу француженки Жанны Д'Арк, возглавившей свой народ в освободительной борьбе против английского порабощения во время Столетней войны. История Жанны Д'Арк В спектакле «История Жанны Д'Арк» рассказано не просто как героическое предание. Это история характеров, судеб, нравов и принципов. Трагический конец французской освободительницы на костре стал кульминационной точкой постановки. Дайте мне грязь! Дайте мне грязь! Дайте мне грязь! Дайте мне грязь! Спектакль по достоинству оценили зрители, которые еще долго аплодировали стоя артистам Государственного русского молодежного драматического театра «С улицы Рос». Эта постановка, как и ряд других, продемонстрированных во время фестиваля, была воспринята публикой на ура. Хочется посмотреть не только культуру нашей страны, но и культуру разных стран, тем более современной культуры. Я прихожу вообще за светлыми ощущениями. Знаете, жизнь такая вообще интересная. И после спектакля вот сколько раз уже было такое, что просто погружаешься абсолютно вообще в какой-то другой мир. Вот в такой какой-то волшебный, но в такой вот за этими чувствами, за любовью, за какой-то радостью. Были ранее, были, будучи еще студентами, поэтому очень рады, что город Брест обозначен именно таким фестивалем. Всегда приятно видеть в зале большое количество людей, которые хотят посмотреть и насладиться искусством, и тепло приветствуют артистов. Но вот и настал тот торжественный, в то же время грустный момент. Момент закрытия фестиваля. Объявлены победители в разных номинациях. За лучшую режиссуру, лучший профессиональный дебют, лучшие актерские роли. Главный приз конкурса увозит домой Львовский академический театр «Воскресенье» за свою удивительную постановку «Чайка». Фестиваль получился содержательным, уникальным, большим и значимым. Поэтому все с надеждой ждут того, что следующий фестиваль должен быть еще уникальнее. Но это, конечно, все очень сложно делать, но стремиться надо. Как получается, я думаю, что вы заметили по наполняемости зала. Практически в залах, ни в одном зале нет свободных мест. Фестиваль закончен, в зале гаснет свет. Однако не завершается на этом история форума. Его участники и победители уже продумывают, чем бы смогли удивить публику в новом сезоне в 2017 году. Мы надеемся, в следующем году мы обязательно участвуем в этот фестиваль. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин